...редакторами, где готовят, опять же, методические материалы. Чуть ниже я покажу результаты проектной деятельности наших студентов. Также изучаются разнообразные мультимедиа технологии, в том числе обработка аудиоинформации, видеоинформации, презентационные технологии с возможностью программирования сложных мультимедийных презентаций и записи их потом в видеоформате. Также телекоммуникационные технологии, где основы знаний по сайтостроению студенты применяют уже для разработки непосредственно ресурсов образовательных по своей области профессиональных знаний. Отдельные темы — это электронный учебно-методический комплекс. Здесь студенты готовят по всем требованиям макет учебно-методического комплекса по своей специальности, по выбранной теме. Это может быть любой предмет, раздел. И реализация идет различными способами. С помощью специализированных программ и с помощью, в том числе, дистанционной системы Moodle, где они могут создать свой собственный проект и уже таким образом могут потренироваться в создании дистанционных курсов. Организация образовательного процесса у нас заканчивается, это дисциплина информационной технологии образования в виде зачета. Зачеты бывают в виде проекта, зачет в виде проекта. Защищаются проекты индивидуальные, групповые проекты. Эти проекты носят методический характер. Также наши студенты изучают актуальные образовательные ресурсы, которые рекомендованы Министерством образования в области информатизации образования и различными ресурсами, с помощью которых можно создать непосредственно электронные образовательные ресурсы. Также мы активно применяем смарт-технологии, электронные доски. Наши студенты создают разнообразные задания интерактивные, как в смарт-ноутебуке, так и в дистанционной среде онлайн-сервисе Lening Apps. Активно используют и внедряют затем эти элементы, и внедряют в свои дистанционные курсы, которые разрабатывают непосредственно на занятиях. Также студенты по собственному выбору могут сделать любой образовательный ресурс. Например, веб-квест. Чаще всего разрабатывают веб-квесты с помощью HTML-технологии, то есть на основе гиперссылок для прохождения вот этого теста как с небольшого сайта. Используется создание ментальных карт, инфографики, тайм-линии. В зависимости от дисциплины применяются различные сервисы, в том числе удаленные. Интерактивная графика применяется, и затем эти проекты используются в том числе и на методических занятиях по дисциплине, методике преподавания того или иного предмета. Интерактивную графику я уже называла. Таким же образом еще интерактивные карты используются. Студенты самостоятельно создают вот эти ресурсы. Для филологов предлагаем ресурсы создания облака слов. Для факультета эстетического образования работа с онлайн-сервисами по обработке графической информации, и в том числе с простейшими редакторами графическими, и с Photoshop, CorelDRAW, знакомим иллюстратор, знакомим всех студентов, всех специальностей, педагогических специальностей нашего ВУЗа. Также используется в образовательном процессе создание дополненной реальности. В настоящее время начали работать уже по созданию виртуальной реальности на физико-математическом факультете. Активно используем возможности QR-кодов как в самом организации образовательного процесса, так и учим на занятиях студентов этим заниматься. Несколько примеров, которые, проектов, которые выполняли наши студенты. В данном случае это раскадровка мультимедиа-презентации. Мультимедиа-презентации готовили ее студенты филологического факультета, оформляли народную сказку «Колобок», например. Здесь активно используется анимация PowerPoint, добавлен звук, и сказка развивается, сюжет сказочный. Также электронные образовательные ресурсы строятся специализированными программными продуктами, которые являются добавлением к основному офису. Например, такая программа как iSpring. Это и электронные книги, и интерактивные видео, и тайм-линии. Тут тоже есть и интерактивные карты. Электронные книги создают наши студенты, оформляют это и студенты-историки, и биологи, химики. Данный пример, данный слайд показывает, какие будут проекты наших студентов, факультета естествознания, где студенты сами создали сайты по теме своей подготовки. По теме своей подготовки. Ну, тоже вот такой пример студента-логопеда. Вот тайм-линии, созданные с помощью iSpring системы. Электронные справочники создаются с помощью SunRabBook Editor, либо через возможности верстки в HTML или DreamViewer. Электронные справочники. Help Manual используется также у нас программа. То есть свободно распространяемые продукты и ретензионное программное обеспечение. Также мы наших педагогов готовим и к тому, чтобы активно они использовали не только технологии, офисные компьютерные технологии, но и могли помочь развиваться новому поколению еще в области той сферы и заложить задатки каких-то инженерных знаний для учеников, начиная уже с дошкольного возраста и в начальной школе. Таким образом, у нас студенты изучают факультеты дошкольного образования, начального образования, изучают факультативную дисциплину, основу визуального программирования и образовательной робототехники. Опять же, этот курс у нас зарегистрирован в общем реестре. И студенты создают на языке программирования Scratch, визуальном языке программирования для начинающих, для детей, которые интересуются программированием, создают и методические материалы к занятиям и учатся пользоваться непосредственно этой средой для того, чтобы можно было затем проводить занятия со своими обучающими, с детьми в детском саду, либо в центрах дополнительного образования, либо в школе. Ну и, соответственно, по робототехнике студенты факультета дошкольного образования изучают робототехнические конструкторы LEGO VEDU, программируемые конструкторы, а студенты факультета начального образования еще и изучают конструкторы LEGO EV3. Это конструктор уже для более старших детей. Вот тоже несколько примеров. Естественно, когда запускается эта среда, здесь идет анимированный ролик, также здесь есть и программирование, каждый спрайт, каждый герой этой сказки программируется отдельно. Таким образом, студенты и дошкольного, и начального, факультетов дошкольного начального образования приобщаются в том числе и к развитию логико-алгоритмического мышления, и затем смогут это делать у детей своих обучающихся. Такие вот веселые сказки. Наши студенты, в общем-то, при опросе считают, что и Scratch, и LEGO VEDU являются очень актуальными и перспективными технологиями для того, чтобы их использовать в своей профессиональной деятельности. Более сложный факультатив у нас на факультете физико-математическом. Это основа мехатроники, робототехники, где студенты готовятся не только преподавать вот такую дисциплину, образовательную робототехнику в учреждениях образования, но и могут и готовиться развивать своих будущих воспитанников и готовить их к соревнованиям, в том числе вот по образовательной робототехнике. С 2019 года в нашем университете открыта магистратура по программе теории и методик обучения и воспитания по областям уровням образования с профилизацией образовательной робототехникой. И вот на данный момент у нас уже 15 человек закончили обучение и еще 18 человек обучаются по этой специальности. Причем, надо сказать, что поступают на эту специальность не только студенты физико-математического факультета, а преподаватели, уже действующие преподаватели учреждения образования, в том числе и учителя начальных классов, и учителя истории, которые заинтересовались вот этой сферой деятельности, дополнительным образованием для детей и молодежи в области робототехники. Приглашаем заинтересованных тоже присоединиться к этой образовательной программе магистрской подготовки. Будем рады вас видеть. Также для магистратуры у нас все обеспечено в дистанционной системе модул. Наши студенты также изучают дополнительные обучающие курсы в области IT-технологии. Это и 3D-прототипирование, где изучают программы создания 3D-моделей и затем их распечатывают. Наши студенты активно участвуют в СНИЛ на физико-математическом факультете, их 6. Студенты и все СНИЛ направлены у нас в том числе и на развитие информационных компетенций у будущих учителей, независимо от той области, в которой они будут работать профессионально, либо физики, либо математики, либо информатики. Вот таким образом результаты СНИЛ затем реализуются в готовых проектах. Например, проект «Умная дорога» в одном из конкурсов получил значительный приз после участия и стали лидерами вот этого конкурса. Также на факультете дошкольного образования у нас есть СНИЛ, IT-детство называется, где студенты факультета дошкольного образования, кроме создания образовательных продуктов информационных, еще пытаются себя реализовать в виде мультипликаторов. Например, используют мультистудию, которую мы организовали самостоятельно. Мультстудия существует как специализированное методическое обеспечение, ну а мы все делали вручную, студенты рисовали самостоятельно все сцены и затем с помощью смартфона покадрово снимали мультипликационные фильмы. Вот сняли таким образом Чебурашка и Гена. Это мультипликация, если предыдущие презентации и в Scratch это была компьютерная презентация, это были анимация компьютерная, то здесь анимация игровая или кукольная анимация. Вот видите, фигурки настоящие и сцена нарисована нашими студентами. И диалоги здесь ведутся, музыка накладывается на это видео, также репка и так далее. То есть такую же технологию затем наши студенты могут применять в своей профессиональной деятельности. У нас активно на базе нашего факультета и университета проводится повышение квалификации в Республиканском ресурсном центре образовательной робототехники, где мы проводим занятия по повышению квалификации, обучающих курсов и также проводим консультации по любым технологиям IT, связанные с профессиональной деятельностью наших педагогов. Летом и в течение года у нас занимаются юные математики, физики и информатики на факультете. И в роботоцентре проходят обучение дети, начиная с первого класса до выпускников школ и занимаются и робототехникой, созданием, опять же, интересных ресурсов, программированием игр. Вот прошлое лето, которое у нас было, даже в пандемию, дети приходили к нам на экскурсии. У нас распространено такое предложение. Это экскурсия образовательная с элементами обучения, где сначала дети посещают наши лаборатории, смотрят физические эксперименты, ну и тоже в лаборатории робототехники создают компьютерные игры и также самостоятельно работают с программированными конструкторами. На нашей базе проходят семинары и для учреждений образования, педагогов, в том числе, вот видите, один из семинаров, достаточно сложная аппаратно-программная платформа, «Ардуино» для реализации робототехнических учебных проектов. То есть мы готовим педагогов также к организации исследовательской деятельности со студентами, с учениками. Все научные темы наших кафедр, все, вот представленные, я их перечислять не буду, они все отражают современные тенденции цифрового общества, цифрового образования и современные подходы, в том числе, вот мы, кафедра информационных технологий в образовании, разрабатываем научно-методическое обеспечение подготовки педагогов, применение цифровых информационно-коммуникационных и междисциплинарных технологий в профессиональной деятельности, что интересно, на основе феномена ориентированного подхода. То есть вот современный такой подход, который был разработан в Финляндии, мы хотим спроектировать его, спроецировать на подготовку студентов и показать им, как можно рассматривать то или иное явление, объект и так далее с точки зрения феномена ориентированного подхода и применения цифровых информационных технологий. Также у нас на дисциплинах по математических дисциплинах применяются активно информационные технологии. Вы видите ментальные карты, цифровые лаборатории, дополненная реальность тестирования. Студенты сами готовят проекты. То есть студенты, которые обучаются в нашем ВУЗе, они на 100% готовы к участию в цифровой среде учреждения образования. Ну уже кто насколько старался, например. Также у нас оснащены, факультет оснащен мобильными компьютерными классами, в том числе, которые используются в лаборатории физики. Проводятся вебинары, семинары для учащихся, в данном случае это вот для гимназии номер 20. Проводятся физические эксперименты, лабораторные работы по темам на уроках физики. И существует у нас филиал и кафедр с учреждениями, где мы, в общем-то, и опробируем материалы, которые наши студенты готовят в ходе подготовки курсовых дипломных работ, магистрских диссертаций, и ведем исследовательскую деятельность с обучающимися, и готовим их к олимпиадам, и к централизованному тестированию. У нас богатая материальная база на факультете и в университете, компьютерные классы оснащены современной техникой, есть цифровые лаборатории, и сейчас по фонду Всемирного банка мы ждем закупку еще нового оборудования, которое будет направлено на развитие как раз IT-технологий и связанных с компьютеризацией, связанных с физическими экспериментами и другими возможностями использования цифровых технологий в образовательном процессе, в первую очередь в физике, математике и информатике. Во время пандемии лекции наши преподаватели читают удаленно. Когда была возможность работать в аудитории, естественно, студенты занимались в аудитории, но также, применяя цифровые технологии, записывают интерактивные лекции, и студенты их изучают, и в реальном времени сначала слушают, а затем могут посмотреть, если что-то было непонятно, повторить лекцию. К сожалению, есть проблемы, которые существуют, наверное, в любом учреждении, которое готовят специалистов, в том числе педагогов. Это тот уровень, с которым приходят к нам обучающиеся. Может быть, не во всех вузах, но к нам приходят обучающиеся с недостаточным, на наш взгляд, владением именно знаниями в области информатики, информационных технологий. Но по опросам, по тестированию, мы ежегодно проводим входное тестирование наших студентов первого курса, видно, что только еле даже 50% студентов, некоторые не дотягивают до владения конкретной технологией. Здесь представлены самые простые технологии. Поэтому мы понимаем, что в школе тоже должно идти развитие материальной базы достаточно активно для того, чтобы затем будущие педагоги уже владели теми технологиями, основами тех технологий, которые заложены в дисциплине предмете информатика на более высоком уровне, хотелось бы. Мы опрашивали студентов всех специальностей четвертого курса, проводили анкетирование, и вот они нам сказали, как они видели себя до изучения дисциплины информационной технологии в образовании, и как они себя увидели уже после. Обратите внимание, что даже с текстовым редактором Word значительное количество студентов ответили, что они уже отлично владеют этой технологией, ну, по сравнению с тем, как они пришли к нам на изучение этой дисциплины. Но это и логично, потому что мы углубляем те знания, которые есть, дотягиваем, сначала подтягиваем, я бы сказала, до необходимого уровня владения технологией, а затем еще и даем профессиональное использование, возможности, раскрываем возможности профессионального использования этих технологий компьютерных в процессе обучения и затем в процессе их работы. Чуть сложнее с системами специализированными, потому что с ними студенты не знакомились в, ну, первокурсники, они, естественно, не знакомились в учреждениях образования в школах. Это специализированные системы для создания анимации, видеоредакторы, профессиональные редакторы работы с сайтами и так далее, системы дистанционного обучения. Но при этом у них есть интерес, и студенты говорят о том, что те знания, которые мы даем на этой дисциплине, являются актуальными, перспективными и профессионально направленными. И видите, 93% будущих педагогов, а мы уже их выпускаем достаточно давно, по этой дисциплине, они с 2013 года проводятся на специальностях, да, они изучают. Поэтому уже с 2013 года тот, кто поступал в университет, уже выпускники вот этих курсов с 2013 года, учебных планов, они уже владеют этими технологиями, уже работают в учреждениях образования. При этом на различных дисциплинах, не только на нашей дисциплине, но и на других дисциплинах студенты разрабатывают образовательные проекты для того, чтобы в дальнейшей своей профессиональной деятельности они могли использовать эти информационные технологии в своей будущей профессии. Это и на психолого-педагогических дисциплинах, на методиках преподавания, на факультативных дисциплинах. Надо сказать, что на физико-математическом факультете недавно, вот уже второй год, преподается дисциплина управления IT-проектами. Использование электронных образовательных ресурсов. По мнению выпускников, 74% считают, что существенно повышает эффективность образовательного процесса. На этом слайде представлены те сферы и возможности, которые используют уже наши выпускники. Мы опрашивали, кроме студентов, еще выпускников. И выпускники вот таким вот образом показывают, что в основном используются проекторы-интерактивные доски, разрабатываются материалы в информационной среде и так далее. Если кому будет интересно, подробнее можно будет потом ознакомиться. Ну и в заключении скажу, что по мнению заказчиков, представителей заказчика, а это были директора школы, заместители их директоров, сказали, что на отлично и на хорошо наши студенты владеют информационными технологиями. Ну и естественно, владение информационными технологиями, ну на мой взгляд, так же, как и владение возможностью водить автомобиль, является той деятельностью, которая обязательно необходимо совершенствовать и не забывать про эту деятельность. Спасибо за внимание. Я, наверное, немножко долго, но ввиду того, что у нас выступающих, подтянулись выступающие, пока я рассказывала, и будем тогда продолжать. Может быть, у кого-то вопросы есть по моему докладу? Если у кого-то будут вопросы в чате, пожалуйста, задавайте эти вопросы, мы их будем потом озвучивать. Итак, я уже сказала, что следующий доклад, который у нас был представлен по программе секций, это модель цифровых компетенций будущего учителя, будет представлен на YouTube-канале нашего университета, и с ним можно будет там ознакомиться. Это докладчики любимого Елена Михайловна и Галимулина Эльвира Зуфаровна. Это Казанский федеральный университет. Скажите, пожалуйста, Филиппова Светлана Анатольевна есть? Мы сможем услышать доклад формирования компетентности педагогов в области защиты детей от вредной информации? Да, безусловно, я присутствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики Тульского государственного педагогического университета. Пожалуйста, Светлана Анатольевна, вам слово. Уважаемые коллеги, участники конференции, здравствуйте. В моем лице вас присутствует Тульский государственный педагогический университет Льва Николаевича Толстого. Я хочу с вами поделиться обзором учебного курса, курса по выбору, который посвящен формированию компетенций у студентов в области защиты детей от вредной информации. Мы с моей коллегой, с нашим заведующим кафедрой психологии и педагогики, доцентом, которой я являюсь, реализовывали грант по этой же теме «Превентивные технологии защиты детей от вредной информации». И по итогам этого гранта в том числе выпустили учебно-методическое пособие и разработали курс. Сейчас на слайде вы видите обложку нашего курса, обложку нашего методического пособия. Почему мы вообще задались этим вопросом? Почему вообще возникла такая проблема? Мы провели опрос среди студентов и выяснили, насколько студенты некомпетентны в области защиты детей от вредной информации. На слайде видите вы структуру компетентности. Она представляет из себя прогностическую компетентность, то есть знание о рисках взаимодействия с информационной средой и владении критериями определения той информации, которая может быть потенциально опасна для учащихся какой-то возрастной группы и формирования какого-то прогноза в отношении того, каким образом эта информация может сказаться на здоровье, психологическом благополучии и развитии учащегося. И вот на графике вы видите, на гистограмме вы видите вот этот вот оранжевый столбик. Студенты по результатам самооценивания показывают, что какими-то представлениями они владеют, но в целом сказать о том, что владеют исчерпывающими знаниями и навыками в отношении прогностической компетентности, они не могут. Следующий структурный компонент компетентности студентов, диагностическая компетентность, владение знаниями и навыками, позволяющими выявлять группу риска, позволяющими выявлять детей и подростков, которые уже подверглись негативному воздействию информационной среды. Ну и владение инструментами психологической диагностики, которые позволяют выявлять вот этих вот детей. Та же самая картина. Значительная часть студентов, больше половины, сказала о том, что какими-то знаниями владеют, но в целом сказать о том, что диагностическая компетентность у них сформирована, они не могут. Последний компонент – компетентность в области профилактики и коррекционной работы, владения психолого-педагогическими технологиями, направленными на коррекцию тех проблем, которые сформировались у учащихся под воздействием негативно-информационной среды. Ну, картина примерно та же самая. Примерно половина студентов говорят о том, что частично у них сформированы эти навыки. То есть целесообразность разработки курса таким образом была нами обоснована. Вот на слайде видите вы содержание этого учебно-методического пособия, содержание курса. Рассматриваем мы, естественно, понятие информации. Естественно, рассматриваем типологию информации, несущую угрозу психическому здоровью и благополучию и развитию детей. Естественно, рассматриваем механизмы психологические восприятия информации, особенности воздействия информации на личность, на социальное развитие, на психическое развитие детей в современной информационной среде. То есть вот такие темы курса включены в наше учебно-методическое пособие. Целью дисциплины является профилактика возникновения информационных рисков, профилактика возникновения угроз для психического здоровья, развития личности, социальной адаптации детей и подростков. На слайде видите вы, какие задачи мы решаем в ходе реализации этого учебного курса. Ну, более подробно на слайдах увидите вы содержание отдельных тем. Естественно, мы подробно разбираем ключевые понятия. Что такое информация, что такое вредная информация, что понимается под вредной информацией, нормативные документы, которые регламентируют понятие вредной информации. в законодательстве Российской Федерации есть федеральный закон о защите детей от негативного, от информации, угрожающей их здоровью и развитию. То есть, познакомим с этими документами. Естественно, рассматриваем понятие психологической травмы, потому что негативная информация, вредная информация — это информация, потенциально психотравмирующая. И, естественно, мы не можем игнорировать само понятие психологической травмы, подходы к определению психологической травмы. Естественно, знакомимся с понятием психологической травмы Владимира Менделевича, Геннадия Ушакова, Владимира Николаевича Мясищева. То есть, это важный раздел курса. Про нормативную базу я уже сказала. Просматриваем те документы, которые позволяют как-то типологизировать, как-то отличить вредный контент от безопасного и так далее. В теме типологии информации, несущую грузу психическому здоровью, рассматриваем вопрос критерий. То есть, как оценить, как отличить вредный контент от безопасного, по каким критериям мы будем рассматривать вот этот контент, чтобы сделать вывод о том, чем эта информация может быть потенциально вредна и для какой возрастной группы. поскольку в связи с вопросом о вредной информации речь идет о психотравмах, естественно, мы рассматриваем концепцию Ковалева об уровнях реагирования на различные вредности. То есть, это тоже такой психологический момент очень важный, который позволяет оценить, сформировать диагностическую компетентность у студентов, позволяющую выявлять проявление негативного воздействия вредной информации у учащихся разных возрастов. Ну и, естественно, в программу курса входят практические задания. Мы предлагаем какие-то реальные кейсы, предлагаем поработать с материалом детских изданий. Вот это иллюстрация из издания, которая поступила нам на кафедру для рецензирования, чтобы мы написали рецензию. Посмотрите на иллюстративный материал, который содержался в этой книге для детей. Ну и, я думаю, вы поймете, какую рецензию мы на это издание написали. И я себе сохранила эти картинки. Мы внесли с автором в практическое занятие вот это задание, рассмотреть этот калаш и подумать, какие требования к печатным изданиям для детей нарушены и какое действительно влияние может оказать такого рода издание на детей с эстетической точки зрения, с точки зрения формирования картины мира. То есть такие задания. Даем задание на соотнесение, на обоснование, аргументацию вот этих возрастных ограничений у нас существует закон опять же о защите детей от вредной информации в соответствии с которым тот контент, который предназначен для аудитории детско-подростковой должен быть маркирован с прицелом на конкретный возраст. И мы обсуждаем вот эти моменты. Почему? Насколько аргументировано соотнесение сказки «Колобок» с категорией 12+, насколько аргументировано соотнесение сказки «Теремок» с категорией 6+, и так далее. Ну и ключевые термины курса, с которым мы знакомим наших студентов, вы видите на слайде. уважаемые слушатели, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо, Светлана Анатольевна. Вот у меня несколько вопросов. Вот ввиду того, что в самом начале мы говорили, да, индустрия 4, там вредоносные программные продукты, кибербезопасность и так далее. У нас в республике очень активно и создаются ролики и для будущих педагогов и для детей в этой области и соответствующие службы информируют нас о кибербезопасности и вреде некоторой информации и так далее. У меня таким образом возник вопрос, все ли студенты учат эту дисциплину в вашем университете? Нет, не все. Это курс по выбору, который мы внесли в учебный план специальности психологии и педагогик девиантного поведения. У нас разные профили реализуются на кафедре, но не все, к сожалению, студенты. И вот второй вопрос тогда из этого исходит. Вот сотрудничество с кафедрами, которые связаны с информационными технологиями, это тот же и вы, наверное, готовите не только психологов, да? Какие-то еще педагогов готовите или только психологов? Мы готовим педагогов-психологов и социальных педагогов, специалистов в области психологии и педагогики девиантного поведения. Ну вот сотрудничаете ли вы с кафедрами информационных технологий? Такая дисциплина была бы по выбору интересна и, например, учителям информатики, например? Есть ли у вас такая специальность в ВУЗе в вашем? Учителя информатики, да, естественно, у нас есть факультет физики, математики и информатики, но здесь немножечко другая специфика этой дисциплины. Она не формирует компетентность у студентов в области взаимодействия с технологиями, да, то есть вот этот вот ограничительный подход, да, то есть защита компьютерных программ, да, от вредоносного программного обеспечения, то есть вы об этом говорите? Нет, не совсем об этом. Наши педагоги, они обычно являются и классными руководителями, да, учитель-предметник, он и классный руководитель. Такая тема, мне кажется, была бы интересна и студентам других факультетов, не только при профессиональной подготовке психологов. Теперь я поняла ваш вопрос, да, я с вами согласна. Такая компетентность была бы, естественно, полезна и педагогам, которые у нас учатся в университете, но вот, к сожалению, эта дисциплина в рамках курса по выбору читается только на нашем факультете. Ну вот, я послушала, интересно, возможно, нам стоит и на нашем физико-математическом факультете внести еще и такую дисциплину, хотя бы начать в виде факультативной, очень интересно. Мы будем очень рады, спасибо. 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 Может быть, еще у кого-то вопросы есть? Светлане Анатольевне? Спасибо, Светлана Анатольевна. Мы очень рады, очень интересный доклад. Надеемся, что, может быть, как-то поконтактируем в будущем и, может быть, как раз сделаем такую интересную дисциплину, а ваша кафедра может как совместный проект почитать, например, какой-то факультатив онлайн, например, для наших студентов. Мы будем очень рады, спасибо. Спасибо большое. Следующий у нас доклад – это цифровизация образования и развития профессиональной компетентности учителя в условиях новой образовательной среды. Заявлены представители средней школы номер 14 города Мозыря. Это Бобр Елена Васильевна, учитель немецкого языка, учитель-методист и классный руководитель, и кибец Галина Михайловна, учитель английского языка, учитель высшей квалификационной категории. Пожалуйста, коллеги, мы видим вашу презентацию. Вас не слышно, вас не слышно. Включите микрофон, пожалуйста. Все равно не слышно пока. Не слышно. Скажите, пожалуйста, вы не против, если мы начнем следующий доклад, а вы перезайдите, пожалуйста, в систему. Спасибо большое. Анастасия Николаевна, скажите, пожалуйста, вы готовы сейчас выступить? Скриба Анастасия Николаевна, средняя школа 177 города Минска. Анастасия Николаевна, вы нас слышите? Так, тогда Анастасия Николаевна, наверное, думает, что ее пока... Да, 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 вы меня слышите? Здравствуйте. Анастасия Николаевна, да? Да, да, да. Там небольшая заминочка у предыдущих участников. Вы готовы сейчас к докладу? Итак, доклад проектирования IT-компетенции для дистанционного обучения на основе профессионально-квалификационного стандарта. Скриба Анастасия Николаевна, учитель истории средней школы 177 города Минска. Пожалуйста. Здравствуйте. Название моего доклада назвали. Мою презентацию видно? Видно, вас и слышно. Спасибо. Тогда начнем. Тема проектирования IT-компетенций для дистанционного обучения на основе профессионально-квалификационного стандарта педагога. Итак, вызовы современного общества требуют от системы образования модернизации ее форм, методов и приемов на основе широкого использования возможностей информационно-коммуникационных технологий, то есть в том числе реализации дистанционного обучения. Изменение форм, методов и приемов обучения требует также изменения ряда других компонентов в системе обучения. Так, использование такой формы, как дистанционное обучение, требует реформирования и системы педагогической диагностики. Использование обычной бальной системы уже является малоэффективным. Педагогическая диагностика в системе дистанционного обучения должна соответствовать ряду принципов, в числе которых одним из основных является компетентностный подход. Эффективность внедрения ИКТ в образовательный процесс тесно связана с формированием ИКТ-компетенций. Под ИКТ-компетентностью понимают уверенное владение субъектами образовательного процесса, цифровыми технологиями, инструментами коммуникации для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции и оценки для поставленных учебных профессиональных задач. Для этого необходимо сформировать определенный список, определенный проект ИКТ-компетенций. Обязательно необходимо учитывать при формировании ИКТ-компетенций следующее требование. Это требование к педагогу согласно профессионально-квалификационному стандарту. Необходимо учитывать на существующие принципы проектирования компетенций, например, можно назвать таксономию Блума, учитывать возможности системы дистанционного обучения, в которой планируется разработать курс. Профессиональный стандарт в мировой образовательной практике содержит характеристику квалификаций, необходимых для осуществления определенного вида профессиональной деятельности и является основой для разработки программ подготовки специалистов. Базовыми понятиями в данном случае являются трудовые функции, как система определенных трудовых действий, трудовые действия, как описание процесса взаимодействия работника с предметом труда и также описание данных трудовых функций, трудовых действий. В профессионально-квалификационном стандарте педагога, действующем в настоящее время, нашли отражение ряд требований, имеющих отношение к владению ИКТ профессиональной деятельности, а значит ИКТ-компетенции. Структура требований стандарта состоит из трех уровней. Трудовые функции, трудовые действия, описание трудовых единиц. Мы подобрали и сделали такую таблицу, в которой объединили трудовую функцию, трудовое действие и согласно профессионально-квалификационному стандарту, какие ИКТ-компетенции там указываются. Так вы видите, что в трудовой функции 1 организовать процесс обучения и организовать процесс воспитания в качестве описания трудовых единиц имеют место такие ИКТ-компетенции, как знание инновационных подходов. Это все, что в данных трудовых функциях отражено. Для трудовой функции 1 здесь уже поинтересней. Здесь в виде ИКТ-компетенции выступает знание функций современных технологий сопровождения индивидуального развития обучающих, знание требований педагогического дизайна по разработке электронных образовательных ресурсов, знание технологий диагностики в случае виртуальной агрессии. Опираясь на эти знания, педагог должен обладать навыками использования ресурсов интернет для саморазвития обучающихся, разрабатывать электронные образовательные ресурсы, оказывать поддержку обучающихся. Для трудовой функции, вот это трудовая функция 3, немножко с опозданием, извините. Дальше рассмотрим трудовую функцию 4. Обеспечивать нормативное и учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. Здесь в виде информационно-коммуникационных компетенций можете с ними ознакомиться. Это представление о возможностях использования ИКТ, знание и отслеживание проявления новых ИКТ, электронных образовательных ресурсов и облачных сервисов в виде умений и навыков. У нас здесь использование ИКТ в образовательном процессе, разработка электронных образовательных ресурсов и размещение их на образовательных порталах. Точно так же у нас и для трудовой функции 6. В трудовой функции 5 ничего не указано связанного с информационно-коммуникационными технологиями и компетенциями в данной области. И трудовая функция 7. Ну я думаю, что дальше, кого заинтересует, сможете познакомиться с презентацией. Мы разработали, при осуществлении дистанционного обучения необходимо учитывать таксономию современную, что значит опираться на какой-то существующий принцип составления иерархии компетенций. И так же необходимо учитывать возможности системы дистанционного обучения, как я уже говорила, в которой будет разрабатываться курс. Большинство систем дистанционного обучения имеют широкий спектр возможностей реализации компетенциального подхода, который пока мало используется в образовательном процессе из-за несоответствия техническим особенностям, например. Принцип построения дерева компетенций заключается в многоступительной иерархии существования нескольких основных формируемых компетенций в рамках одного курса, имеющих свои токсономии. Освоенная компетенция будет считаться только после обладения всеми дочерними компетенциями. Значит, в качестве набора ИКТ-компетенций педагога могут выступить ИКТ-компетенции, сформированные на основе стандарта профессионально-квалификационного. Однако необходимо разработать именно действенную иерархию данных компетенций. Нами разработана такая иерархия. Вы можете с ней здесь познакомиться. В рамках трудового действия обеспечивать педагогическую поддержку развития и саморазвития обучающихся, с которой мы ознакомились в рамках профессионально-квалификационного стандарта, нами выявлены две основные компетенции. Здесь у нас первая. И к данной компетенции мы выделили, сформулировали дочерние компетенции, либо так называемые таксономии. Данная иерархия разработана, основываясь на таксономию Блума. Так, вот это наша первая компетенция. И вторая здесь не видно. Но есть еще вторая компетенция. Так, компетенция обеспечивает педагогическую поддержку. Она разработана, как я уже сказала, согласно требованиям стандарта. Имеет ряд дочерних компетенций. Компетенция располагается в системе от простого к сложному. Достижение одной ведет за собой возможность осваивания другой следующего уровня компетенций. При формулировании таких таксономий, помимо методических рекомендаций, необходимо опираться на содержание дистанционного курса. Зачастую для каждого курса будет создана своя иерархия дочерних компетенций. Таким образом, для эффективного функционирования дистанционного обучения необходимо его соответствие к компетентностному подходу. В системе образования в настоящее время нельзя обойти стороной формирования обязательно необходимого набора компетенций. Данная необходимость продиктована требованиями профессионально-квалификационного стандарта педагога. Для оптимальной эффективности и педагогической целесообразности к этой компетенции необходимо представлять их в виде иерархии, разработанной в соответствии с каким-то определенным принятым принципом. Например, это может быть таксономия Блума. Правильно технически, методически сформированная иерархия и КТ-компетенций педагога являются свидетельством правильного функционирования компетентностного подхода. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Может, вопросы? Спасибо, Анастасия Николаевна. Коллеги, у кого вопросы, может, есть? Можно в чат написать. Мы потом озвучим. Анастасия Николаевна, скажите, пожалуйста, вот вы учитель истории и IT-компетенции, ну, мы уже понимаем, что мы без этого обойтись не можем. Правильно? Скажите, пожалуйста, вот какие компетенции, на ваш взгляд, были вами сформированы в процессе вашей подготовки к тому, что вы станете учителем истории? И чего вам не хватило, может быть, или в связи с развитием технологий, что бы вы хотели, может быть, какие компетенции развить и на какую тему? Ну, по поводу сформированных мною во время учлоба в университете компетенций, конечно же, базовые компетенции были сформированы все владения возможностями и компьютера, и возможностями каких-то простых средств информационно-коммуникативных технологий. Это и разработка электронных образовательных ресурсов. Данные темы мы изучали при учебе в магистратуре. А чего не хватило, знаете, мне кажется, учитель, педагог, он должен сам себя совершенствовать и заниматься саморазвитием. Поэтому я даже не могу сказать, чего не хватило, потому что чего не хватило, то я сама добрала, и то сама узнала. Поэтому на данный момент... То есть компетенция найти информацию, ее переработать и профессионально применить у вас уже сформирована? Ну, я думаю, нет предела совершенства, но я думаю, что да. А вы заканчивали какой университет? Довороссийский государственный педагогический. Значит, с вами работали преподаватели кафедры информационных технологий в образовании. Да. И в магистратуре у нас, кстати говоря, тоже в магистратуре кафедры информационных технологий в образовании физико-математического факультета преподает дисциплину подготовки к кандидатскому экзамену, кандидатскому дифференцирному зачету по информационным технологиям. И там мы совершенствуем вот те компетенции, которые были сформированы в профессиональной деятельности непосредственно во время обучения студентов и уже на новом уровне в области дистанционного обучения, чаще всего на уровне магистратуры. Спасибо, Анастасия Николаевна. Может быть, у кого-то возникли вопросы в чате, пока новых записей нет. Скажите, пожалуйста, 14-я школа готова. Анастасия Николаевна, мы вас услышим. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Теперь хотим еще и увидеть. Сейчас, одну секундочку. Добрый день. Здравствуйте. Итак, у нас на связи школа номер 14, Бобра Елена Васильевна и кебец Галина Михайловна. Правильно я назвала, да? Подождите, извините, пожалуйста, нет, это перепутали с гимназией. Я просто думала, следующее идет, это не мы. Я спрашивала. Мы пока отключаемся, извините. Подождите, не отключайтесь. Я просто не слышу 14-ю школу. Я с гимназии, это следующее там выступление. Значит, если мы школу 14-ю не слышим, тогда мы продолжаем работать сейчас с докладом «Формирование информационной культуры педагога как одно из условий эффективности образовательного процесса». Гимназия номер 6, города Бреста. Ячник Ирина Дмитриевна. Да, есть. Все правильно? Да, все правильно. Ну, мы идем по списочку наших докладов в секции. Пожалуйста, Ирина Дмитриевна, учитель начальных классов высшей категории, гимназия номер 6, города Бреста. Спасибо. В Республике Беларусь по итогам 2018 года 97,8% всех образовательных учреждений имеют доступ к сети интернет. Ирина Дмитриевна использует в своей работе ИКТ-технологии около 90% всех педагогов. Это без учета учителей информатики. Поэтому важнейшим аспектом квалификации современного педагога становится его компетентность в отношении работы с цифровыми ресурсами, профессиональная информационная культура. Образовательный процесс, который осуществляется сегодня во всех учебных заведениях, существенно отличается от преподавания, которое осуществлялось еще 20 лет назад. Наряду с традиционными методами обучения, которые прочно вошли в систему образования, педагоги активно применяют информационно-коммуникационные технологии ИКТ. Презентации, видеоролики, электронные учебные пособия используются практически каждым педагогам на уроке. Эти виды работы системно вошли в практику обучения. Ими активно пользуются как педагоги, так и обучающиеся. Современные дети практически с младенчества приобщены к девайсам. С первого класса, а то и раньше, подавляющее большинство ребят имеют навык использования смартфона, планшета и тому подобных устройств. Поэтому педагогу важно встроить в систему обучения уже имеющийся навык работы с гаджетами не во вред, а во благо. Как безопасно вести обучение через сетевые ресурсы? Какие интерактивные средства использовать для эффективного обучения? Как наладить общение с учащимися, чтобы научить их не только учебным действиям, но и правилам поведения в интернете? На эти и другие вопросы необходимо ответить педагогам, которые используют в работе ИКТ. Для эффективной работы с ИКТ педагог должен владеть рядом компетентностей, которые позволят решить функциональные задачи образования на более высоком уровне. Успешный педагог сегодня находится в поиске обучающих программных средств, внедряет информационные ресурсы в образовательный процесс. При необходимости или недостатке для удовлетворения обучающих потребностей, современный педагог должен уметь создавать небольшие интерактивные продукты самостоятельно. Эффективность работы педагога, внедряющего учебные процессы ИКТ, зависит от определенных компетентностей. Это цифровая грамотность, ИКТ-компетентность и информационная культура педагога. Что же такое цифровая грамотность? Умение пользоваться компьютером, создавать и демонстрировать слайды, использовать готовый видеоресурс – это минимальный набор навыков, которыми должен был уметь пользоваться педагог еще в недавнем прошлом. Сегодня эффективное обучение предполагает более сложное взаимодействие в сфере информационно-коммуникационных технологий. Цифровая грамотность педагога предполагает готовность и способность применять в работе цифровые образовательные ресурсы – ЦОРы – через различные устройства, создавая цифровую образовательную среду. Умение использовать их оптимально для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, исходя из конкретных задач обучения и урока. Критерии овладения педагогом цифровой грамотностью – это свободно осуществлять поиск необходимой информации в сети интернет, знать и выполнять правила безопасной работы в сети интернет и хранения информации, уметь работать с данными через облачное хранилище, знать законодательство о раскрытии данных третьих лиц и не нарушать его, организовывать обучение в оптимальном режиме в цифровой среде, уметь осуществлять коммуникацию учитель-учащийся родитель, взаимодействовать с коллегами, вести постоянную работу по самообразованию в области новых достижений ЦОР. В последние годы, работая в условиях пандемии, педагоги были поставлены перед фактом необходимости использования ИКТ для дистанционного обучения. Многие образовательные платформы в первую волну заболеваемости открыли бесплатный неограниченный доступ к своим ресурсам. Отрицательное явление пандемии послужило положительным толчком для быстрейшего внедрения, развития и усовершенствования форм и методов дистанционного обучения. Многие педагоги, сочетая синхронный онлайн-режим и асинхронный задания для самостоятельной работы через электронные образовательные ресурсы, форматы обучения, максимально эффективно обеспечивают беспрерывный процесс обучения, в том числе и через интернет-ресурсы. Что же такое ИКТ-компетентность? В рекомендациях ЮНЕСКО в области применения ИКТ говорится, что современный учитель должен быть не только технически грамотным сам, но и уметь научить обучающихся использовать ИКТ для успешного сотрудничества, учебы, а в дальнейшем стать полноценными гражданами, социализированными в обществе. Рекомендации описывают требования к учителю, владеющему ИКТ-компетентностью. Это понимание роли ИКТ в образовании, учебная программа и оценивание знаний образовательных стандартов в области применения ИКТ, включение средств ЦОР в образовательный процесс. Это педагогические практики. Педагоги должны целесообразно использовать или, наоборот, не использовать ИКТ для работы над определенной темой учебного материала. Это технические и программные средства ИКТ, владение базовыми программными навыками работы с программными средствами, коммуникационные средства, веб-браузеры, приложения для решения учебных задач. Это организация и управление образовательным процессом. Педагог должен представить всем обучающимся равный доступ к ИКТ, уметь их использовать для групповой, индивидуальной работы, а также работы со всем классом. Это профессиональное развитие, использование веб-ресурсов для постоянного саморазвития в области ИКТ. Таким образом, ИКТ-компетентность педагога – это не только его способность использовать в работе ЦОР, но и их преобразование при необходимости, а также создание собственных по образцу и не только для реализации задач обучения. ИКТ-грамотность педагога позволяет улучшить образовательный процесс через организацию работы в информационно-образовательной среде, индивидуализировать обучение для оптимального развития каждого учащегося. Информационная культура педагога Работа педагога в условиях информатизации жизни предполагает работу с информационно-образовательными системами. Важнейшей задачей учителя является отбор необходимой обучающей информации в цифровом образовательном пространстве. Полученную информацию необходимо структурировать, адаптировать к восприятию учащимися конкретного возраста, класса не только на репродуктивном, но и творческом уровне. Поэтому важнейшим из качеств современного педагога является его информационная культура как один из компонентов общей культуры педагога – показатель профессионализма. Только педагог, сочетающий в себе культуру личности, педагогическую культуру, информационную компетентность, способен сформировать информационную культуру учащихся. Уровень информационной культуры педагога определяют следующие составляющие. Это умение через различные каналы получать и анализировать информацию, умение перерабатывать большой поток информации при помощи компьютерных технологий, осведомление того, что изучение любой информации на профессиональном уровне – это получение знаний, организация профессионального общения с коллегами как необходимое условие успешности, умение находить единомышленников в профессиональной деятельности через телекоммуникационные виды связи. Овладение информационной культурой педагога можно условно разделить на несколько уровней. Первый. Осознание необходимости введения информационных образовательных ресурсов для самообразования. Второе. Использование информационно-коммуникационных навыков при взаимодействии в учреждении образования. Третье. Самостоятельная активность. Создание интерактивных или информационных продуктов с привлечением интернет-ресурсов. Четвертое. Удовлетворенность и положительная оценка информационно-педагогической деятельности. Пятое. Успешность признания профессиональным сообществом участия в образовательных проектах. Педагог должен понимать, что его личная информационная культура – это часть его профессиональной деятельности. От педагога во многом зависит формирование информационной культуры обучающихся. Таким образом, цифровая грамотность, ИКТ-компетентность, информационная культура педагога – это составляющие, овладев которыми педагог становится мастером, готовым оптимально спроектировать учебно-образовательный процесс, используя как традиционные технологии, так и достижение сетевых ресурсов. Наглядно составляющие педагогического мастерства современного педагога можно представить в виде кругов, где каждый последующий круг компетентности обязательно должен основываться на предыдущих. Нельзя овладеть информационной культурой без овладения компьютерной грамотностью, умением применять ИКТ-технологии в своей работе. Важно понимать, что любая работа, лишенная цели, не приносит желанного результата. Внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных достижений само по себе не научит участников образовательного процесса умению оптимального выбора цифрового источника информации, преобразованию информации в знания оптимальным способом коммуникации в сети интернет. Только работа в данном направлении, возведенная в систему с постоянным самообразованием и рефлексией деятельности, научит эффективному образованию в течение всей жизни, что соответствует парадигме обучения через всю жизнь. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Очень интересный у вас опыт, интересный доклад. Подскажите, пожалуйста, вы как учитель начальных классов высшей категории, на свои занятия, со своими обучающимися, какой у вас опыт есть применения IT-технологии? Наверное, может быть, интерактивная доска, там уже это более-менее понятно. Может, что-то еще такое оригинальное, интересное? Да, я постоянно, мы с детьми постоянно используем. У нас есть в кабинете в использовании 5 планшетов для индивидуальной работы. И дети при помощи QR-кодов заходят на тот материал, который я заранее подготовила. А я люблю больше всего заниматься на платформе учиру. Есть такая. И еще в Айзерме, там есть такие рабочие листы для интерактивной работы. Можно создавать самой, мне очень нравится. То есть, там можно обширный такой это. И ЭФР иногда вот использую, тоже наш белорусский. Вот, и дети при помощи QR-кодов. Иногда я там ввожу логин и пароль, если получается. Мы постоянно работаем. Плюс с высокомотивированными детьми. Они у меня работают самостоятельно также, ну, для участия в Олимпиадах. А когда пандемия была, и вот такое обострение, дистанционки у нас не было, в принципе, да? В начальной школе, вообще, в принципе, в школе был такой период каникул длительный, да? Может быть, как-то взаимодействовали в это время с учащимися, с родителями? Да, мы, у меня был как раз первый класс, очень нужный такой класс. И мы взаимодействовали, во-первых, очень нам помогла вот российская платформа УЧРУ. Дети, родители с удовольствием, и мы, ну, постоянно на ней занимаемся. Ну, и плюс через коммуникацию Вайбер мы, ну... Через Вайбер платформа. Через Вайбер, да, и мы постоянно, я им давала информацию, где-то видео записывала, где-то в интернете необходимые уроки находила. Они мне в ответ присылали вплоть до письма, буквок, все, то есть мы не отдыхали. Спасибо огромное. Может быть, у кого-то еще есть вопросы? Еще раз спасибо, Ирина Дмитриевна. Не знаю, что у нас с докладом с 14-й школы, все время возвращаюсь. Девочки, вас слышно? Елена Васильевна, Галина Михайловна? Пока не слышно. Тогда перейдем к следующему докладу. IT-компетентность и информационная культура преподавателя иностранного языка. Филонова Ольга Юрьевна, магистр педагогических наук, учитель английского языка, гимназии Иси Янки Купалы. Пожалуйста, Ольга Юрьевна. Мы вас уже услышали, сейчас увидим. Добрый день, уважаемые коллеги и те, кто принимает участие в сегодняшней конференции. Тема моего сообщения – информационно-коммуникативная технология и информационно-коммуникативная компетентность, информационная культура преподавателя иностранного языка. Я хочу представить свою презентацию, чтобы было наглядно видно. Значит, моя презентация – информационно-коммуникативная компетентность и информационная культура преподавателя иностранного языка. Хотелось бы сказать, что роль информатизации образования на данном этапе развития современного общества очень велика. Также овладение информационной и медийной грамотностью выступает необходимым условием существования человека в современном обществе. Информатизация образования. То есть роль информатизации образования очень велика на современном этапе развития современного общества. Учитель должен быть не просто грамотным технологически, но и также уметь формировать эти же навыки и умения у своих учащихся. Он должен помочь им учиться и при этом использовать информационно-коммуникативные технологии. Также важно постоянно учителю расширять свою профессиональную деятельность, приобретать новый социальный опыт, повышать свой профессиональный уровень, а также совершенствовать свои компетенции. На современном этапе общественного развития непрерывное образование педагога, сейчас следующий слайд, предложу вашему вниманию, также играет огромную роль. Непрерывное образование педагога на сегодняшний день это очень актуальная проблема, вызванная развитием научно-технического прогресса и вообще теми изменениями, которые происходят в нашем обществе. Образование превращается в одну из самых важных сфер человеческой деятельности, которая тесно переплетена со всеми другими областями общественной жизни. С переходом к информационному обществу очень большую роль играет не только уже приобретенное знание людей, а также и потенциал непрерывного развития своих профессиональных и личностных качеств. Что это значит? То есть это важно уметь самостоятельно учиться, также уметь осваивать новое, работать с информацией, уметь ее анализировать, критически оценивать. Все это является важными условиями социализации личности и также является очень важной предпосылкой формирования у нее ИКТ-компетентности и соответствующей информационной культуры. Политические и социально-экономические и культурные изменения, а также открытость границ привели к значительному расширению международных отношений. И все это приводит к тому, что огромную роль на данном этапе играет изучение иностранного языка и также формирование межкультурной коммуникации учащихся. Также стоит острый вопрос о том, что знание языков международного общения, это стало неотъемлемой частью квалифицированного специалиста. Неважно даже в какой отрасли деятельности, то есть сегодня знание иностранных языков важно знать для многих отраслей деятельности. Также идет переосмысление и обновление иноязычного образования, его целей, содержания, также технологии, средств и форм обучения. И иностранный язык играет при этом очень важную роль. Его мы можем рассмотреть и как средство коммуникации, то есть средство для общения, и как инструмент познания и развития личности в диалоге культур. Также очень важно сказать, что учитель иностранного языка получает множество возможностей для повышения результативности своей самообразовательной деятельности. С помощью знаний иностранного языка он получает доступ ко множеству интернет-ресурсов, международным сайтам, что позволяет ему получить не только информацию, но также и совершенствовать собственное владение иностранным языком. Одним из наиболее перспективных направлений преподавания иностранных языков является применение информационно-коммуникативных технологий. Под информационно-коммуникативными технологиями мы понимаем широкий спектр различных цифровых технологий, которые применяются для создания и передачи информации. Также учитель может использовать различные виды информационно-коммуникативных технологий, например, такие как учебные программы, демонстрационные программы, программы-тренажеры, информационно-справочные материалы, контролирующие программы. Когда учитель использует информационно-коммуникативные технологии, он автоматически становится частью информационно-образовательной среды. При этом он сам моделирует свою индивидуальную стратегию использования информационно-коммуникативных технологий. Он может участвовать в различных форумах, вебинарах, дистанционных курсах, тематических блогах, при этом повышая свою профессиональную значимость и развивая себя, самосовершенствуя себя в профессиональной деятельности. С помощью интернета учитель приобретает следующие возможности. Значит, роль интернет-ресурсов для преподавателя велика, так как он может участвовать в профессиональных конкурсах педагогического мастерства. Он может подписываться на рассылку новостей, чтобы узнавать различные новости в сфере преподавания иностранного языка по электронной почте. Также имеет возможность участвовать в профессиональных сетевых сообществах, имеет возможность обмениваться опытом с коллегами, предоставлять свои методические разработки, быть активным, актуальным на платформе современного непрерывного образования. Также он имеет возможность использовать материалы ресурсных сайтов для того, чтобы повысить тоже свое педагогическое мастерство, свою квалификацию. Существует множество различных интернет-ресурсов, сайтов для преподавателей иностранного языка. Значит, таким наиболее, значит, интересным, которые для меня тоже, я как бы подчеркну, что тоже применяю их в своей профессиональной деятельности и, значит, пользуюсь на своих занятиях, это Learning Apps, это приложение, значит, в котором есть различные упражнения, различные тематики, которые мы можем использовать на разных, значит, типах уроков для формирования, совершенствования навыков и умений. Также приложение Book2, это бесплатный аудиокурс, значит, здесь можно, то есть он может быть отличным подспорьем для того, чтобы изучать иностранный язык, где размещено очень много различных бесплатных аудиоматериалов для прослушивания, для того, чтобы совершенствовать свои слухопроизносительные навыки. English e-reader, это совокупность адаптированных книг на английском языке, то есть это такая своеобразная онлайн-библиотека. Также NameRise, это популярное приложение для изучения иностранных языков, значит, этим приложением пользуются более 600 миллионов человек и более чем в 120 странах, оно очень популярно. Там есть различные также блоги познавательные, то есть с помощью которых мы можем их применять в своей профессиональной деятельности и практике. Следующий ресурс, интернет-ресурс это Flickety, то есть сервис, позволяющий создавать разнообразные интерактивные упражнения на базе Google Таблиц. Значит, здесь на данном интернет-сайте есть шаблоны для того, чтобы создать свои собственные интерактивные задания для занятий. Также есть демо-пример, есть соответствующие инструкции с пошаговым их выполнением, то есть очень легко разработать свои интерактивные задания для того, чтобы применить их потом на занятиях. Онлайн-тест-пад, это, значит, интернет-ресурс, тоже я применяю в своей практике, это тоже своеобразные онлайн-тесты, конструктор тестов, то есть здесь тоже можно спроектировать свои, значит, тесты для того, чтобы потом их применить в профессиональной деятельности. Можно размещать туда изображения, видео, создавать викторины, трассворды, ну и, значит, там тоже есть уже готовые шаблоны, которые можно применить, то есть если, допустим, нет времени, то можно использовать то, что есть на данном сайте. Это очень практично, удобно, так как материалы есть по различным тематикам, на различные темы. И еще хотелось бы сказать, что для того, чтобы сформировать информационно-коммуникативную компетентность, информационную культуру, очень важно, чтобы у преподавателя был уже определенный уровень сформированности и информационно-коммуникативной компетентности. То есть должны быть специальные, то есть здесь огромную роль играют его профессиональные личностные качества. То есть это такой субъективный фактор, который, значит, предполагает собой умение педагога самосовершенствоваться, уметь, значит, владеть своими исследовательскими умениями, также его готовность моделировать свою индивидуальную информационно-образовательную среду. То есть что это значит? То есть уметь пользоваться технологическими средствами, компьютерной техникой для того, чтобы самосовершенствоваться и применять это в своей профессиональной деятельности. Далее применение средств информационно-коммуникативной технологии в образовательном процессе. То есть постоянно на своих уроках для того, чтобы процесс обучения был эффективным, нужно использовать информационно-коммуникативные средства и технологии. Также самоуправление своим профессиональным развитием. И тогда, если мы будем все это учитывать, мы сможем таким образом развить не только свою стратегию моделирования информационно-образовательной среды, но и сформировать информационно-коммуникативную компетентность и информационную культуру. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Ольга Юрьевна. Вот очень интересные вы приложения привели в пример. У нас на пленарном заседании тоже были интересные ресурсы. Но вот я даже для себя записала, чтобы потом поинтересоваться и внести как раз в дисциплину информационные технологии в образовании. Возможно, один из этих ресурсов, которые вы назвали. Потому что особенно сейчас активно развиваются именно онлайн-сервисы. Да, я вот тоже очень использую. Вот у нас в прошлом году, я просто слышала предыдущую беседу с предыдущим участником. У нас тоже в предыдущем году очень сложно было в связи с эпидемиологической ситуацией. И вот как мы делали, у нас очень много тоже не было, то есть большой посещаемости детей. И мы активно использовали Zoom на своих занятиях. То есть то, что велось у нас на занятиях, это же транслировалось по Zoom. То есть мы использовали детей, тоже этому обучали. Это было очень эффективно. Также мы создавали свои технологические карты уроков. Значит, это была технологическая карта со всеми ссылочками, где учащиеся, которые не на уроке, они могли потом открыть и по ссылочкам пройти все, что мы делали. Значит, интернет, сайты, то есть видео просмотреть по данной теме и подготовиться тем самым к уроку. Ну и потом на следующем занятии тоже по Zoom, они, значит, была обратная связь обязательно. То есть все, что было изучено, это все мы как бы видели, учитывали при выставлении потом отметок. Хотя учащийся по факту не присутствовал на занятиях. Это было очень эффективно. Сейчас тоже вот я как педагог, получается, самосовершенствуюсь и принимаю активное участие в активной оценке. Это такая школа, где мы учимся, значит, правильно оценивать учащихся, значит, контрольно-оценочную деятельность вести. И очень удобно, так как это все происходит онлайн посредством коммуникативно-информационных технологий. И, значит, большой плюс, когда есть такая возможность, потому что все понимают, что в настоящее время это все очень, значит, и работа, но на таком дистанционном курсе можно получить, значит, самосовершенствовать себя и получить улыбленные знания. Спасибо, Ольга Юрьевна, очень интересно. Ну, как говорится, нет куды без добра, да? Вот случилась такая ситуация, и посмотрите, какой скачок, причем во всех сферах деятельности, а в образовании это вообще, ну, просто на несколько этажей вверх, да? Потому что говорили, говорили, говорили об этом, кто-то со скрипом внедрял, а теперь вот, что называется, прижало, сделали, собрали, сделали, и все получилось. Спасибо огромное. У нас есть... Спасибо вам тоже большое. Коллеги, сейчас мы попробуем услышать еще 14-ю школу. Коллеги у нас на связи. Итак, у нас доклад «Цифровизация образования и развитие профессиональной компетентности учителя в условиях новой образовательной среды». 14-я школа города Мозыря. Бобра Елена Васильевна и кибец Галина Михайловна. Верно. Пожалуйста, коллеги. Спасибо. Итак, развитие профессиональной компетентности учителя в условиях новой образовательной среды. Мы, конечно же, хотели сначала выделить слово «компетентность», чтобы иметь определенное представление, что же это такое. И мы говорим о том, что это наличие знаний, опыта и навыков, которые необходимы нам для эффективной деятельности. Это синтез нашего профессионализма, творчества и искусства. И в одно время педагог становится как исследователем, консультантом, так и руководителем определенных проектов и воспитателем. Мы говорим о том, что компетентностный учитель интегрирует в себе высокий уровень как педагогических, психологических, так и профессиональных и социальных качеств. Компетентный педагог, по нашему мнению, должен проявлять инициативу и самостоятельность. Он должен ориентироваться на рынке труда и понимать все жизненные интересы учеников, проявлять к ним уважение. Чувствовать проблемность ситуации, которые возникают во время урока или во внеурочное время. Связывать учебный материал с поседневной жизнью и закреплять знания, умения и навыки во внеурочной практике. И, конечно же, главным надо следовать правилам и инструкциям, которые закреплены в наших должностных инструкциях. Мы говорим о том, что профессиональная компетентность, теперь выделяем это слово, что же это значит. Профессиональная компетентность учителя – это совокупность наших всех профессиональных и личностных качеств, которые нам необходимы для успешной педагогической деятельности. Какой же это профессиональный компетентностный учитель? Он обладает высоким уровнем педагогической деятельности и педагогического общения, имеет стабильно высокие результаты обучения. К профессионально-педагогическим компетенциям мы отнесли следующие, которые представлены на экране. Это предметная, управленческая, рефлексивная, креативная и в сфере иммунационная деятельность. И, конечно же, информационно-коммуникационная. Какие же механизмы позволяют нам развивать нашу профессиональную компетенцию педагога? Во-первых, конечно, как мы видим на экране, это обучение на курсах повышения квалификации. И, конечно же, это может происходить как оффлайн, так и онлайн. Следующий мы выделяем – это работа в методических, учебно-методических объединениях, творческих группах, проведение мастер-класса, семинара, вебинары. И, как мы опять можем заметить, это может проходить оффлайн и онлайн. Еще один пункт – это участие педагога в конкурсах профессионального мастерства. Это и конкурс «Учитель года Республики Беларусь», и онлайн-конкурс «Участие компьютер-образование интернет». Также мы видим онлайн и оффлайн. То есть каждый для себя может выбрать форму для него удобную, в чем участвовать. И, конечно же, еще один механизм – это самообразование, о котором мы не забываем. Также мы можем самообразовываться как оффлайн, так и онлайн, выбирая для себя удобное место. Обобщение и распространение опыта. И мы тоже видим, что мы можем распространять, говорить о себе как о педагоге, о своей деятельности перед публикой, либо это транслировать и демонстрировать в социальных сетях и на различных интернет-платформах. Сегодня мы также говорим о новой образовательной среде. Это третье слово в нашей теме. Что же она сегодня собой представляет? Во-первых, это, конечно же, цифра, мир цифр. И компьютерные технологии сегодня прочно вошли в нашу сферу деятельности. Цифровая трансформация образования является одним из условий развития современного образования. Конечно же, мы сегодня говорим о цифровом ребенке, который стоит в центре нашего внимания и является ключевым таким звеном цифровой трансформации образования. И главная наша задача сегодня, как педагогов, это использование всех цифровых возможностей, плавное интегрирование цифровых технологий в образование, внедрение. Профстандарт учителя сегодня входит как применение современных образовательных технологий, так и цифровые образовательные ресурсы, о которых мы скажем. И сегодня мы можем уже говорить, что идет такое, внедряется такое понятие, как учитель-про. Про мы, конечно, знаем о том, что это топовая комплектация с максимальными возможностями. И мы выделили такие пять про, про таких прилагательных для учителя. Это профессиональный, проинформированный, прогрессивный, продвинутый и проактивный учитель, который стремится идти много со временем. Ведущие профессиональные качества учителя вы видите на экране, это наличие компетенции в области цифровых технологий и ориентирование в мире цифры, когда учитель понимает то, что он делает и как он это делает. И обратите внимание, к чему это ведет. К повышению мотивации к обучению учащихся, уровень самостоятельности и активности, рефлексия и, конечно же, цифровая грамотность, о которой мы сейчас скажем. Цифровая грамотность, и мы выделили здесь два слова, обратите внимание, это же, конечно, эффективное использование, но и безопасное. Обращаем внимание, все, что мы используем в сети интернет, должно быть безопасно, как для учащихся, так и для нас самих. Мы говорим о том, что основа цифровой грамотности, это наша способность педагога решать поставленные перед нами задачи с помощью информационно-коммуникационных технологий. И даже мы говорим о том, что многие педагоги начинают заниматься цифровым и компьютерным программированием, которое сейчас очень распространено. Мы создаем свои блоги, обмениваемся контентами, создаем свои сайты, ищем информацию, передаем ее, сохраняем, перерабатываем. Это все входит теперь в наши такие основные задачи. Мы говорим о том, что цифровые навыки – это наша модель поведения, использование всего, что есть в мире цифры, для того, чтобы мы могли это использовать в нашей деятельности. Доступ к информации, управление данными, передача данных. И навыки все-таки цифровые – это то, что мы сами доводим до автоматизма. Это наши интеллектуальные, личностные и технические навыки, которые мы с помощью своей педагогической деятельности, педагогического опыта доводим до автоматизма. Учитель ПРО, как мы сегодня об этом сказали, он находится в постоянном поиске таких эффектных, эффективных приемов для того, чтобы стимулировать продуктивную деятельность учащихся. И мы сегодня говорим о том, что большинство из нас, из вас, да, коллеги выбирают популярные мессенджеры в социальных сетях для оперативной, информативной и демонстративности информации. Мы говорим о том, что мы создаем сегодня сообщества, группы, делимся ссылками и сообщениями вот в этих социальных сетях. И ребята сегодня выбрали наиболее популярные для работы, для самостоятельной работы дома. И многие педагоги выбирают бесплатный сервис Quizlet. Он позволяет нам запомнить любую информацию при помощи карточек. Ментальные карты вы видите на экране. Активно используются учителями программы для создания ментальных карт по различным темам учебной программы. Далее мы видим визуально-графические опоры на Bubble Asp, которые позволяют редактировать графические схемы. И их такая особенность, что можно организовать коллективную деятельность. То есть любой участник, который сейчас создает, например, карту, может работать коллективно, помогать друг другу. Далее мы говорим о такой игровой платформе, как Kahoot, которая позволяет создавать как тесты, так и учебные игры, викторины и осуществлять обратную связь. Мы предлагаем также альтернативу сегодня, бесплатную альтернативу Powerpoint. Это облачный сервис Predi, который сейчас служит для создания интерактивных презентаций. Он находится на очень высоком уровне. И, конечно же, мы говорим о веб-сайте Padlet, который позволяет с использованием текстовых сообщений, фотографий, ссылок, работать на такой интерактивной онлайн-доске. И именно на этой доске поддерживается такое творческое общение. Мы говорим о том, что в условиях цифровой трансформации, уже к завершению подходим, учитель становится таким ориентиром, который направляет учащихся в обучении в формате digital, в цифровом мире. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Очень информативный, интересный доклад. Может, у кого-то вопросы возникли. Ольга Александровна из Гомельского областного института развития образования нам сообщила, вот она руку поднимала, хотела сообщить, что учителя района, педагоги сделали маршрутные листы и разместили на веб-учительской. Ну, я уже открыла, посмотрела. Посмотрите, пожалуйста, в чате. Есть ссылочка на эту веб-учительскую. Там присутствуют различные предметы. То есть по всем предметам есть вот такие листы. Можно интересно посмотреть. Коллеги, сегодня доклады на нашей секции закончились. Спасибо большое. Всех было очень интересно послушать. Активно поработали. Приглашаем в сотрудничество. Ждем у нас в университете. Приглашайте нас к себе. Мы с удовольствием приедем, расскажем о новых технологиях и проведем, можем провести у вас непосредственно на базе ваших учреждений те занятия, которые будут для вас интересны и востребованы. Спасибо большое. До встречи. До свидания.